Несколько вводных замечаний, после которых я перейду к главному. К жесткому разговору на фундаментальные идеологические темы. Последнему разговору в цикле передач «Суть времени». В 41-й передаче, следующей по счету, я обозначу приоритеты деятельности на совершенно новом этапе, а потом начнутся просто новые телевизионные проекты. Эта передача, последняя, в которой мы можем поговорить конспективно, так как мы говорили все эти месяцы, а это именно конспективный разговор на главные, самые острые идеологические темы. Для меня это главный разговор, ради которого и затеяны все передачи. Нет идеологии, нет ничего. Вот нет идеологии ни у антиглобалистского движения, ни у всех этих захватим Уолл-стрит и прочее. Бьются люди в конвульсиях, чувствуют, что дело в швах, а там вместе выходят на улицы сторонники первобытного образа жизни и каким-то постмодернистом. Сторонники нового компьютерного мира. Все вместе, все почти не слышат друг друга, все ненавидят Уолл-стрит. Что ж, Уолл-стрит есть за что ненавидеть. Он вобрал в себя ненависть очень многих людей по всему миру, так же, как у нас в стране, ненависть очень многих вобрал Чубайс. И на каком-то уровне существующей нашей системы должны собраться все, для кого враг, которого я называю постмодернистским, либероидным, является абсолютным врагом. Конечно же, даже эти люди все-таки будут, собираясь проводить какие-то развлечения в своих рядах. Вряд ли они позовут в свои ряды сторонников Гитлера или, я не знаю, людоедов. Всегда, собирая людей против какого-то врага, ты вводишь какие-то ограничения, какие-то допуски. Понимаешь, что в противном случае знаменитый тезис актрисы в гримёрке «девочки, против кого мы будем теперь дружить» не работает. Но постмодернистский враг настолько опасен, злобен и цепок, что эта борьба нёсит неотменяемый характер. Мы должны построить многоуровневую систему, один из уровней которых объединяет всех, для кого это враг. Он обокрал страну, он продолжает её обкрадывать, он решил её будущего, он её пожирает, это враг. Всё равно, мало сказать, Чубай, скажите же, всё-таки что-то большее. Монструозный криминальный капитал, капитализм первоначального накопления. Что ж, упаси бог, Чубайс уедет за границу и все разойдутся, что ли? Так же тоже нельзя. Боролись все против Ельцина или Ельцина-Бурбулиса, уцеплялись за личные качества этого самого Ельцина. Больной, пьяный, всё. Потом сменился политический актёр, вся эта борьба оказалась борьбой впустую, все растерялись и прошло ещё 11 лет. 11 лет. Примерно столько, сколько от Великой Октябрьской революции до начала коллективизации. Представляете? Значит, конечно, надо собираться против общего врага. Конечно, враг страшен. Конечно, он продолжает своё гнусное дело. Но это может быть только один из уровней. Против этого врага уже 20 лет собираются все патриоты. И ничего не могут сделать, потому что кто в лес, кто под рова. Кто одного хочет, а кто прямо противоположного. Значит, должны быть и другие уровни в создаваемой нами системе, где есть уже гораздо большее количество требований. Вот первое, второе и третье. Вот на условиях выполнения этих требований мы можем создать что-то более плотное. Потом мы это плотное должны ещё уплотнять. И, наконец, должна создаться группа, которая согласна во всём. По всем идеологическим параметрам согласна. По всем идеологическим вопросам согласна. По стратегии и тактике действий согласна. И начинать, будучи очень плотным сгустком, действовать. Это не значит, что другие не действуют. Все действуют. Организация «Суть времени» начала действовать с первого же дня её создания. Лично я убеждён, что проведённые социологические исследования – это историческая заслуга уже данной организации. И мы её смогли сделать только потому, что организация была сетевая, гибкая. Что никаких избыточных требований по вхождению в этой организации мы не создавали. Но собрав людей для этой борьбы, ведя эту борьбу всё время, детализируя направление, по которым надо вести сражение, мы одновременно разрабатывали идеологию, разрабатывали в этих передачах. И требуется ещё более глубокая разработка. Нужны дискуссии по всем идеологическим вопросам. Потому что без этих дискуссий мы не создадим необходимой плотности, а значит, определённый тип сражений станет для нас невозможным. Тогда враг, ворвавшись сюда и захватив эту территорию, дальше уничтожит всё, что касается вот этих рыхлых структур, собранных по принципу, против кого мы будем дружить. Постмодернистский враг, знающий, что такое искусство декомпозиции, разваливает рыхлые структуры на раз. И он продемонстрировал, как это делается. Он демонстрирует это постоянно. Мало же ахать и охать по этому поводу, нужно понимать, почему это происходит и как сделать, чтобы этого не произошло. Итак, эта передача принципиально важна, потому что в ней мы должны завершить обсуждение всех идеологических констант на том эскизном уровне, который только и можно предложить в первом цикле подобного обсуждения. Как только константы будут введены, по их поводу можно вести дискуссию и можно убеждать людей, что никакой альтернативы именно этим константам нет. Что ни одна из этих констант не ввозится потому, что кому-то нравится рассуждать на страшно умные темы. Нет ответа на определенные вопросы, нет идеологии, нет идеологии, нет ничего. Ничего. Никакой политической борьбы. Нет Ленина без Маркса. Без Маркса может быть Бакунин, Махно. И полный проигрыш. Чем больше я езжу по регионам, чем больше встречаюсь с людьми, тем больше вижу, что огромное количество замечательных людей собираются для того, чтобы решать именно эти задачи. Но, конечно, люди всегда есть разные. И не для того, чтобы кого-то обидеть, а просто для того, чтобы показать, где слабая точка, где то, что нужно избыть, выжечь из себя, вырвать, я ввожу термин – анархо-сталинизм. Что я имею в виду? Я имею в виду людей, которые защищают советское, тоскуют по нему, хвалят Сталина. Но в тот момент, когда дело переходит в действие, говорят, а мы каждый по себе, а у нас там вот такая заморочка, а у нас вот такая и так далее. То есть это и есть постмодернизм, понимаете? Постмодернизм, вошедший внутрь. Сказал А, говори Б. Если тебе нравится Сталин или тебе нравится, так сказать, партия большевиков, создавай железную когорту единомышленников. А если ты хочешь создать ватагу, то не говори, что тебе нравится Сталин или партия большевиков, а говори, что тебе нравятся меньшевики или махновцы или еще неизвестно кто. Но определись. Ну скажи себе, вот так пойду, вот этим путем, вот к этой цели. Нет, я и к этой цели пойду, и чуть-чуть к этой и так далее. Повторяю, это меньшинство. И я разбираю меньшинство людей, которые в большей или меньшей степени подвержены этому, только для того, чтобы объяснить, что с этого рая никогда ничего не выйдет. Что все разговоры о том, что идеология – это там десерт. Что нужно идти в бой. Какой бой? Что имеется в виду? С каким противником? С Чубайсом? 20 лет ходит в штыковую атаку на него. Ему хоть бы хны? Почему? Потому что с ним воюет эклектика, архаика, по сути уже превратившаяся в постмодерн, всякой твари по паре. А у него есть ко всему этому холодная сосредоточенная ненависть. И архаики этой, и этой эклектики в любом количестве. Он не боится. Он готов с ней воевать на той территории, которая ей недоступна. Да, он абсолютно бесплоден. Да, он ухжет. Но он невероятно цепок, подал, живуч. И он лишен каких-либо нравственных ограничений. И он слабости этой эклектики, этой архаики и всего остального очень хорошо видит. И не раз он говорил, это все воск, из которого мы будем лепить все, что захотим, или ничего. Хотите быть воском в руках Чубайса или нет? Да или нет? Если нет, значит, никакая эклектика, никакая архаика, никакой анархосталинизм не может быть основой того, что мы должны создать. Мы должны создать что-то совершенно другое и очень известное из прошлого. Чтобы создать это, необходима идеология, в которой не будет ничего лишнего и в которой будет все, что необходимо. И я берусь доказать, что создана именно такая идеология, а не взгляд и нечто. На войну мы идем? На войну? А учить воевать людей надо? Учебка должна быть? Если люди хоть какой-то учебы не проходят, элементарно автомат разобрать и разобрать не могут, и не понимают, чем военные действия отличаются от пешеходной прогулки, и их кидают в бой, это хорошо? Это правильно? Это сулит победу? Их так много, этих людей, да? Значит, их учебка нужна? Нужна. Оружие нужно? Это интеллектуальные бои 21 века. Люди, а, должны иметь оружие, б, уметь им пользоваться. Причем не каждый сам по себе, а все вместе. В противном случае мы вооружаем их палками и кидаем на пулеметы. Это называется воевать? 20 так лет воюют, хотят так до последнего человека воевать, еще готового за что-то сражаться. Полноценный командный состав нужен? Дисциплина нужна? Тактика, стратегия, карты нужны? Жертвенный дух воина нужен? Если в душах правит балэгоцентризм, если каждый сам себе царь, можно победить? В подобной беспощадной войне невозможно. Значит, каким-то способом люди должны вырвать это из душ? А как вырвать, если вокруг все проникнуто этим смрадом? Значит, нужны места, где смрада не будет. И где можно жить и работать. Причем так жить и работать, чтобы это вполне соответствовало классической религиозной формуле спасения. Я не к религии призываю, говоря об этой формуле. Я призываю учиться определенному опыту. Опыту того, что если вокруг тлен, смрад и все прочее, то не выставить в одиночку. Нужно создавать площадки, места, дома, где этого тлена и смрада не будет вообще. Духовные скафандры, в которых это можно вынести. Вынести и переломить. В противном случае никакой войны не будет. Люди не доберутся до горла противника. Они падут, так сказать, вдохнув в ядовитых газах или, так сказать, пораженные рентгеновскими невидимыми лучами. И это уже происходит. Я вижу, как это происходит. Повторяю еще и еще раз. Без выработки идеологии, с абсолютно четкими константами, в которой не будет ничего, кроме необходимого. Мы никогда не победим. И ничего эффективного не создадим. Значит, мы действуем. Сразу же, как только собрались, действуем. Потому что если мы не будем действовать, так и ничего не будет. Идеологии тоже. Самоуважения не будет. И одновременно строим идеологию. И суть времени, этих 40 передач, нужны для того, чтобы построить идеологию, работающую, минимальную. К глубокому сожалению могу сказать, что я, возможно, даже наоборот, слишком рационален в этом вопросе. Что для меня это слишком близко к построению какой-нибудь конструкции. Два бревна должны сойтись в этой точке. Там должны быть такие-то и такие-то шурупы, такие-то и такие-то гвозди и так далее и тому подобное. Никакой лишней сложности в идеологию я не ввожу. И никогда не стал бы вводить. И если бы была возможность построить идеологию более простую и эффективную, я бы всегда выбрал более простую. Как можно более простую. Как можно более привычную. А главное, такую, которая могла бы сплотить максимальное количество людей. Но ничего, кроме того, что предложено в этом курсе, быть не может. По крайней мере, я ничего другого за 20 лет не увидел. Я 20 лет работаю в патриотическом движении. Я вижу все, что происходит, так сказать, на поверхности, и что имеет в качестве продуктов разного рода публикации, книги. И я знаю, что происходит, так сказать, на глубине. И я потому и взялся за эту работу, что я понимаю, никто всерьез дома не строит. Никто. Начиная с первого же вопроса. Любая идеология предполагает ответ на тупой, простой вопрос. Кто враг? Мы собираемся воевать. Неважно там. Пусть с учебкой, вооружениями, штабами, командным составом. С кем мы собираемся воевать? С кем? С Чубайсом? Не смешите меня. Чубайс – страшное зло, но это глубоко периферийное зло. С кем? С либералами? А нет уже либералов. Есть неолибералы, которые к либерализму не имеют никакого отношения. Либерализм – это гюго. А неолибералы – это социал-дарвинизм. Но они – маленькая группа. Кто враг? Вот, беру Дугина. Да, фашизм неотвратителен, но я никогда не считал, что Дугин – человек глупый. Это первое. И второе. Он сейчас как-то так смотрит в другую сторону, поэтому у меня вовсе нет никакого желания с ним полемизировать. Работает человек себе, и работает человек, повторяю, крайне не глупый. Что он пишет? Он-то вроде как что-то понимает. «Завтра», – спрашивает его, эта статья «Евразийство и постмодерн». Интервью его в «Завтра». «Завтра». Современная цивилизация компьютеров, коммуникаций, смятой геополитики. Ну, согласитесь, что для того, чтобы описать современную цивилизацию, недостаточно так вот через запятую сказать, но я читаю то, что есть. «Имеет внешние признаки, но скрытые тренды мира обладают большой энергией». Скрытые тренды мира. А какие же это тренды? Это и есть, что назови скрытые тренды мира, что враг. С чем воюем? Что на переднем плане, и что на следующем плане. Хотя бы на следующем. И, возможно, только философский инструментарий позволяет что-то зафиксировать. Мы слышим «гу», мы чувствуем, что происходит нечто очень серьезное, но что это? Как бы вы могли сформулировать, что происходит? Дугин. Есть очень четкий ответ. И меняется матрица цивилизации. Мы переходим от модерна к постмодерну. А поворот, который несет в себе переход от постмодерна к постмодерну, он не менее значим, чем переворот от традиционного общества к обществу модерна на предыдущей фазе. Это вещь, которая потрясает основы мироздания. Основы общества меняются. Меняется представление всех базовых характеристиках. Реальность, субъект, объект, движение, покой, мир, общество, человек. Все приобретает знак пост. Пост-история, пост-человек, трансгуманизм, пост-реальность, виртуальная реальность и так далее. Мы вступаем в абсолютно иную матрицу, иной алгоритм бытия, где изменяется все. То, что нам казалось надежным, материальный мир, природа, оказывается, что это иллюзия, конструкция, социологическая гипотеза. Происходит переход от реальности к виртуальности, от человеческого к пост-человеческому, от мира к конструкту, от связанного рационального дискурса к пост-рациональным фрагментам и всполохам. Переход к высоким скоростям, о чем пишет Поль Верелье, которые изменяют траекторию, геометрию даже предметного мира. Все это происходит на наших глазах, и это все очень серьезно. Кто-то говорит о переходе от геополитики к пост-геополитике. На всех уровнях, в любых сферах, во всех науках, искусствах, политике, экономике мы являемся свидетелями этого перехода. Это фазовый, важнейший переход, и как любой подобный переход, он с трудом осмысляется. Есть люди, которые понимают, как действует предыдущая матрица, и хотя бы приблизительно, как будет действовать новая, но никто не знает наверняка. И мы живем в рамках этого перехода, который с трудом осознается. Кстати, наблюдая, как безразлично щиплет травку мировое быдло, рассматривая в интернете филейные части девиц или уже мужиков, сейчас ориентации все сбиты. Я подозреваю, что так же и проморгали, пропустили переход от традиционного общества к современному, люди, которые жили 300-400 лет назад. Тогда умирал Бог, и только трагический Ницше или кто-то аналогично ему отдали этому должное значение. Бог умер, ну и что сказали европейцы? Зато у нас есть теперь прогресс, развитие. Сегодня точно так же меняется модерн. Модель очевидностей, эвиденций, которые существовали последние 200-300 лет. Закон всемирного тяготения, объективный мир, одноправленное время, субъект-объектная топика Декарта или Ньютона. Все это подлежит эрозии. Как когда-то рушилась религиозная картина мира. У меня есть книга «Постфилософия» и одноименный спецкурсный философский облицатель МГУ. Это некое приближение, очень поверхностное первоначальное знакомство с тем, как осуществляется этот матерчный переход. Это меню, самое обобщенное введение в проблематику постмодерна. Поэтому в подобном одном интервью сказать все невозможно. На что меняется модерн? На что? Постмодерн – это разрушение модерна. Это жизнь на обломках модерна. А меняется-то что на что? Что теперь предлагается? Предлагалось вместо традиционного общества, общество, в котором, как говорит Дукин, ну и что? Зато у нас есть прогресс развития. А теперь что есть? Развития нет. А что есть? Есть неразвитие. А когда-нибудь человеческое общество жило в условиях, когда оно отменяет идею развития, отменяет идею того, что человек будет восходить. Когда оно так жило? Оно так никогда не жило. Ни в средние века, ни в античность, ни в неегипетском обществе, ни в шумерии. Никогда. Значит, оно входит в какую-то новую стадию. Что это? Конец истории. А человечество может существовать без истории. Каков масштаб перемен? И куда это все идет? Кто же все-таки враг? Значит, мы называем врагом не либералов, не Чубайса, не кого-то. Мы говорим постмодернистский враг. Когда я сказал это впервые, как завыли. До сих пор воют. Постмодернистский враг. Но может ли постмодерн быть окончательным врагом? Для Дугина картина мира проста. Была традиция, традиция сменилась на модерн к его ужасу, а модерн сменился на постмодерн. И все. Но разве это так? А что такое Бен Ладен? Кто берет сейчас власть в Ливии? Разве идет одноправленный процесс, при котором весь мир переходит в постмодерн? А разве нет обратного процесса? Процесса архаизации мира? Разве там, в трущобах, в аду не формируется отказ от развития? Там не формирует то, что лишено идеи развития, совсем по-другому. не формируется великое гетто, в котором будут говорить «Ура! Мы закончили с развитием, будь оно проклято!» Но ведь так не говорили ни в античности, ни в средние века. В премодерн так не говорили. У Джотто нет идеи неразвития. Джотто понимает, что такое развитие. Данто понимает, что такое развитие. Бертран де Борн понимает, что такое развитие. Все понимают. Значит, что же такое контрмодерн, который мы видим? Что такое этот самый Бен Ладен? Это не традиция. Какая это традиция? Это традиция минус гуманизм, минус развитие. Это уже не традиция. Традиции уже не будет. Идет дегуманизация и отказ от движения, от восхождения. Вот что такое контрмодерн. Почему надо назвать это слово? Почему не назвав его нельзя работать вообще? а потому что это происходит в мире. Это. Да, постмодерн движется, его содержание надо раскрывать. Вопрос не в перечислении его характеристик, а в его сути. В сути времени. Но не только он движется. с одной стороны мы видим пол людей блуждающими глазами непонятного типа, заполняющими европейские улицы, а с другой стороны мы видим беснующихся дикарей, которые проклинают цивилизацию, готовы разрушать все подряд. И вроде бы эти дикари проклинают этих мутных, так сказать, постчеловеков. Но как-то вдруг оказывается, что между этим есть связь. И сейчас-то эта связь стала беспощадной. Я говорю, в Ливии кто варварство чинит? Постмодернистская сволочь на самолетах стелс или каких-то там еще бомбардировщиках, так сказать, сверхновых. Постмодернистская сволочь, вооруженная оружием последней генерации, интеллектуальным. И вот эти самые контрмодернистские, убийцы, они же вместе, вот все говорили, что этого не может быть, что это случайность, что это только ситуационный союз. Не ситуационный, видим все, что другой. Значит, надо ввести в стратегическую аналитику эту константу? Надо. Почему и не вводят? А потому, что очень хочется сказать, постмодернизм, конечно, ужасен, но зато традиция-то как прекрасна. Какая традиция? Примордиальная с большой буквы золотой век. Реальная традиция, вот какая традиция, крестьянская община, беднейших деревень Китая, джунгли Индии, такая традиция, и что она прекрасна, в ней надо жить, а остальной мир что будет делать? Остальной мир будет рассматривать все это как гетто и топтать. В гетто будут свои священники, в гетто будут свои полицаи, и они будут в шоколаде. Как были в шоколаде такие полицаи, и в колониальной ситуации, но только в колониальной ситуации, хотя бы обещали, что будут развивать, а тут не будут обещать. Тут не развитие навсегда. Гетто фореве. Вот что такое союз постмодерна и контрмодерна. А еще есть модерн. Хотите в него? А где традиционное общество, из которого извлекать ресурс, для того, чтобы попасть в модерн? В Китае есть, я много раз говорил, в Индии есть, а здесь нет. Ну и что же тогда? Если в мире есть контрмодерн, который работает вместе с постмодерном, и реликты модерна, реликтовый модерн, и ни в контрмодерн не хотим, потому что гетто, ни в постмодерн, потому что ад, ни в реликтовый модерн, потому что, во-первых, поздно, а во-вторых, Россия немодернизируемая страна, то куда идем за что воюем под каким флагом где проект в котором бы идея форсированного развития было а русской и б не такой как в модерне где это условия русскости плюс не такой как в модерне вот это и есть сверх модерн нет четырех проектов какая перспектива какая надежда за что воюем но самое главное это не такая загадочная вещь говорит о пост модерне дугин есть много авторов доктрин школ которые занимаются этим на профессиональной основе я был поражен когда познакомил с одним текстом стивена манна еще в 92 году из американского военного журнала параметры манн говорит о необходимости виден внедрение посмотрите низких методов и структур военной структуры военной доктрины сша 20 лет назад а мы говорим до такой до какой степени серьезен постмодерн еще с начала 90-х посмотрите низкие элементы формируют военную стратегию сша завтра каковы здесь личные общественные стратегии что делать вести арьергардные бои на оставшиеся территории где еще сохранилась твердая почва или же идти туда в эти протуберанцы нового в чудовищное пространство где нет опор для языка вот вот так строится ловушка все вас уже нет ну нет вас политически вот вы приняли эту альтернативу и вас уже нет враг вас уже разгромил вы еще войну не начали вы построили учебку вы собрали новые образцы оружия вы команды состав карты все пошли вперед вот с этой картой пошли вперед и зашли в одно нехорошее место вести арьергардные бои на оставшиеся территории где еще сохранилась твердая почва или же идти туда в эти протуберанцы нового в чудовищное пространство где нет ни опоры ни языка вести арьергардные бои на оставшиеся территории это где на какой территории на территории модерна ее нет на территории традиции она есть эта территория где она заброшенные села без электричества это средневековое село община многодетные семьи идти туда в протуберанцы нового в чудовищное пространство идти в ад в чем содержание постмодерна зачем он нужен чтобы потерялись различия все различия вот это микеланджело да великий художник вот это рафаэль великий художник вот это леонардо да винчи великий художник а это три буквы на заборе разницы нет говорит постмодерн вот это подлец а это герои разницы нет вообще нет различий а почему их нет потому что все бренды все неподлинное все там практикабли симуляторы то есть имитации а почему все имитации потому что нет метафизики постмодерн говорит поскольку у вас метафизики нет козлы я вас буду делать как лежачих я с вами что захочу то и сделаю вас метафизики нет и удиотов вы ее тогда не достроили все что было отдали вы дезориентированы в ответ на это говорится о том раз фраг постмодерн а его ключевая ставка отсутствие метафизики он знает что в отсутствие метафизики он разгромит всех как лежачих значит нужна метафизика или метафизика или смерть начинаешь заниматься метафизики ох боже мой какая еще метафизика да еще светская нет светской метафизики все в модерне есть метафизика развития прогресса гуманизма в коммунизме она изначально была другая новый человек новый гуманизм другое развитие и есть советский опыт опертый на два столетия другого развития база данных есть банк данных что тут дугин говорит что евразийство это политическая философия у которой там несколько столетий по за политической философии сыт не будешь философии книжки открыл почитал а мы-то говорим о другом миллионы текстов сотни великих книг фильмы музыка опыт жизни человеческий типаж это все есть у нас и ни у кого больше да мы признаем что в этом были изъяны раз это удалось победить мы ищем эти изъяны нащупываем их преодолеваем и говорим вот теперь у нас это есть без изъянов и мы с этим идем в бой с этим и никто кроме нас такой бой выиграть не может потому что у нас впервые появилось то чего у человечества другого нет вообще такой бой можно выигрывать но тогда опять вопрос встает от той же метафизики а также обо всем другом что обеспечивает подлинность что обеспечивает мобилизационный дух что только это именно потому что это было недовыявлено не поставлено во главу угла не доведено до определенных концентраций и это экзистенциальное смертное заболевание уничтожившая культуру как она уничтожает ее всегда когда нет метафизики всегда и отсутствие развлечений и человеческая слабость все это произошло потому что не было оси точнее ось была и первое поколение революционеров второе и интуитивно чувство потом она ушла в сторону пытались слишком походить на запад боялись самих себя боялись нащупать свою фундаментальную самость окончательную копировали гибнувшие модернистские идеалы не понимая что на стане и погубят что нам-то нужно свое но не свое вообще а то свое что ведет к развитию значит это мы можем взять на вооружение и тогда черта с два под эрнбос под нернизм нас сделает он нас сделал перед этим потому что нас не было у нас всего этого не было и он нас сделал как хотел а только это у нас будет он ни черта с нами не сделает но если не заявить такую программу черт возьми а ныть по поводу того что либо нужно биться в ариргардных боях на какой-то там оставшиеся территории непонятно какой либо бежать в постмодернистский ад если это называть стратегической войной 21 веке то сделать так может только человек сошедший с ума дугин отвечает как раз очень ответственно он этот интересный серьезный вопрос я убежден что эти процессы подготовлены логика развития бытия не случайно не случайность смены парадигмы надо осознать завтра спрашивает в лоб принять дугин нет я не сказал осознать человек по моему глубочайшему убеждению че существо свободное так сказать может быть все это действительно неизбежно ах так постмодернизм неизбежен замечательно и что то есть американцы нас уже сделали по-русски по русски то можно сказать если он неизбежен фигли бороться чем на какой-то там оставшиеся территории сказано в евангелии извращение должно прийти в мир но горе тому через кого она придет может быть все действительно неизбежно что такое может быть я знать хочу я воюю я имею надежду на победу или я терплю может быть все действительно неизбежно неизбежен приход этой великой пародии постмодерна что для христианина синоним царства антихриста оба ложитесь перед антихристом неизбежен его приход а что делать и отмените это не в наших силах ах отменить не в наших силах но убирайтесь к чертовой матери с исторической сцены если вам не в силах это отменить муму тут не разводите на лучших ресурсах в мире на 1 6 1 7 территории другое дело что лавань луны сказать этому да или нет но сразу вспоминается сказать нет и умереть осознайте неизбежность а дальше говорите нет но как к этому отнестись солидаризироваться с великой пароль идеей стать прогрессистом или считать что пронесет а быть консерватором ни то ни другое дальше появляются какие-то консервативные революционеры эти консервативные революционеры что делать должны снимать штаны и бегать что они должны делать какой проект они осуществляют если сверх модерна нет модерн загибается пост модерн это царство антихриста то либо это замануха в контр модерн то есть в регресс в архаику в гетто под власть патернистского ада то есть к тому же самому антихристу либо это так сказать обреченное топтание на территории модерна либо это сверх модерн иначе за что вы боретесь за что а какой войне идет речь если этот сверх модерн только умственная конструкция нам хана сто лет будем делать значит это русская великая традиция развития альтернативного развития наш 18 19 20 век и наш великий советский период исправить там что-то мы можем теперь если мы воюем с пост модернистским врагом который понимает что он всесилен если он убьет метафизику то только восстановление ее в варианте сверх модерна может обеспечить какую-то войну какой-то шанс на победу значит дней с ума великого не задвигов и не желание кому-то там какие-то глюки транслировать от ощущения абсолютной неизбежности именно этой конструкции я ввожу это понятие и спрашиваю что вы хотите без него следующий вопрос еще серьезнее хорошо религиозный человек религиозный чек это религия чего контр модерна пост модерна модерна за же тоже разное есть модернистская религия все знают а что нет религии пост модерна чуть-чуть шатовства чуть-чуть молитвы все есть мы это видим все время это столько дофига просто а что не видим религию контр модерна что бен лады не религиозный человек так какую религию какую религию предлагают в какой из этих модификаций человек скажем православный католик исповедует ислам о каком исламе каком православии каком католицизме идет речь 20 лет изучаем это для чего потому что нравится это изучать лавры религиоведа не дают спать юнга шолема массиньона не давали бы мне спать эти лавры не занимался бы политикой потому что надо выделить выделить левую и правую парадигму потому что в каждой из этих религий всегда был все был хелиазм и его антагонист всегда была церковь бедных и церковь богатых и всегда эта церковь богатых доходила рано или поздно до ощущения абсолютной избранности богатых оценка церковь бедных доходила рано или поздно до красной метафизики везде по отношению к советскому что не видите что есть две церкви политическом смысле да люди исповедуют одну и ту же религию но политически же они абсолютно разные а в католицизме есть мексиканский тексас крайне правы а а есть теология освобождения крайние левые и воюют эти католики гражданская война идет фактическая почему а потому что два разных идеала согласно одному идеалу бедные не просто наши братья а это то ради чего мы живем мы пойдем к нашим страждущим братьям в другой парадигме если доводить ее до крайности бедные это не люди и эти две парадигмы существовали всегда везде это социальное измерение но есть же и какое-то другое так что если мы не выделим это измерение если мы не говорим о социалистическом православии о красном православии имея в виду не посигновение на какой-нибудь символ веры кому нужно на него посягать какой идиот может это делать сегодня а социальным идеологическом содержание очевидным но очевидно же это очевидно что одни священники проклинают сталина как сатану а другие рисуют икону что одни все время говорят о том что несправедливости не должно быть а другие любуются своими дорогими часами и говорят что богатые избраны но очевидно же все это это происходит у нас на глазах по всему миру если не выделить этот модус то ах чем мы говорим сложнейшая работа нужна не для того чтобы расплеваться с православными или католиками или исламом или чем-нибудь еще а того чтобы провести нужную работу там не для того чтобы посягать на их символы веры на картину мира для того чтобы эта картина вера это символы мира соединились с сегодняшней реальностью чтобы окончательные вопросы стали на повестку дня в религиозной среде чтобы можно было трепетно охранять все что там дорого религиозному человеку и одновременно вести социальную политическую идеологическую работу без нее ничего не будет она идиот вся латинская америка от нее кипит индия кипит буддистский мир кипит нельзя это остановить нельзя это смертельно опасно значит идея левого и правого красного и черного должна быть доведена до конца всюду и тогда еще раз встает вопрос а что это за такой чертов постмодернизм но он все сметает потому что нет метафизики а он приходит для того чтобы сместить все не метафизические конструкции он сметает как гнилые деревья первый ветер ну и что он дальше то хочет делать но будет он жить на этой помойке сколько-то времени но как управлять будет он не создает модели он власти не создает он разрушает а дальше что follow up следующий шаг в чем и вот тут надо договаривать до конца не рассуждать очень много о том что какие-то слышим толчки слышим звон да не знаем где он не в толчках дело слышите толчки думайте а когда придумаете скажите 20 лет изучали все это 20 лет и твердо могу сказать я не знаю там какой организационный потенциал я проявлю и там никогда к этому не стремился делаю этот безысходности ну уж как-нибудь простите аналитику то я понимаю ну не последний я в этом человек миль пардон так вот 20 лет наблюдаю как под посмодернистские улюлюканье с большой глубины всплывает гностическая подводная лодка это она всплывает это для нее это для этого сатаны готовит постмодернизм мир не для чего-нибудь другого постмодернистский враг это только первые эшелоны это пехота а дальше-то идут другие те кто хотят властвовать и не то важно что там говорил василит валентин как это соотносится с манихелями или бегойцами неважно это сегодня это можно и нужно изучать для того чтобы лучше что-то понять но речь идет только о политической практике не о чем другом а политическая практика состоит в том что нет решения проблем человечества в нужным господам виде без реализации одной процедуры расщепления рода человеческого надо признать что род человечки не един многоэтажное человечество это называется он не един здесь почти не люди не до человеке есть полу люди и есть подлинные люди а сделать это можно опираясь только на гностическую традицию которая для этого и была придумана когда христос пришел и сказал что у всех есть душа рабство рухнуло потому что раб это то чем можно пользоваться эффективно только зная что души нет что это вещь зверь а как только ты понимаешь что есть душа так через сто или сто пятьдесят лет это рабство рушится невыносимым оно становится значит для того чтобы она снова возобладала идея о том что у всех есть бессмертная душа все подлежат спасению и так далее должна быть отменена это есть гностический абсолютный враг он движется вперед дугину то не хочется это признать потому что он может как угодно проклинать постмодернизм да и то на самом деле он вполне им любуется и не зря говорит о его неизбежности а гностику то ему трогать не хочется и не эту умственную гностику вообще а политическую ту самую которая вооружена современными танками супер самолетами ядерным оружием авианосцами и всем остальным она движется на мир она и что вы можете ей противопоставить только доведенный до предельного коленя хилиазом только его я политикой занимался когда распутывал как именно некоторые наши философы носившие партийный билет в отличие от меня застойные годы с гордостью вот эти философы начали спутывать в единый клубок хилиазм и гностицизм нельзя одновременно говорить о том что надо бежать из мира и что мир создан злым демиургом и о том что тут должно тысячелетнее царство божие существовать нельзя одновременно говорить о том и о другом или или и не зря они столкнулись во второй мировой войне гностический фашизм с его идеей не до человека сверх человека и всего остального и прекращение развития и коммунистический хилиазм с его одержимостью развития новым гуманизмом новым человеком и всем остальным что существовал и горело в его недрах вот на один бой хватило тогда метафизики и не было бы ее не победили бы никогда значит нужна не метафизика вообще а мобилизационная антигностическая метафизика говоришь людям занимаемся мобилизационной антигностической метафизикой они ноют в и гностик ну забодай тебя комар тебе же говорят что мы с ними воюем что мы собираем людей под знамена антигностической мобилизации это что такое это значит постмодернизм всех уже сделал анархо-сталинизм и нет ему края значит что здесь в конструкции лишнее мобилизационная антигностическая метафизика это красная метафизика вам завтра гностики навяжут картину мира и ответить будет нечего вам постмодернизм навяжут и вы ляжете мобилизационная антигностическая метафизика и сверх модерн в их взаимосвязи с русским историческим опытом с петровым воткиным и со всем остальным вот с этим всем вместе можно бороться а вы мне расскажите как без этого за Чубайсом можно гоняться и я не говорю что не нужно давайте все вместе гоняться за Чубайсом в рамках сетевой структуры с разными уровнями это возможно но если только это и будет то будем гоняться как все еще сколько-то лет потом он уедет или те кто за ним гонялись его возлюбят так тоже уже было война то за счет чего будет вы не чувствуете этот запах войны чем Высоцкий отличался от Вакуджавы тем что у Высоцкого была военная страсть а у Вакуджавы была антивоенная страсть вот и все наши либероиды ноют и ноют воют и воют копаются в якобы имевших место слабостях наших в первый период войны Высоцкий сказал одну фразу по памяти говорю от границы мы землю толкали назад было время сначала и кончено все вот так говорят когда воюют можно сколько угодно разбирать ошибки но по волевому духу и по всему прочему фраза одна было время сначала так чем мы занимаемся разжиганием того духовного огня который приведет в это мобилизационное состояние или муму на непонятные темы теперь как решить проблему светского человека вы что не хотите ее решать светскому человеку нужна метафизика это не метафизика модерна прогресс и куманизм это другая метафизика он должен сопротивляться постмодерну у него должна быть подлинность у него должна быть мобилизация а он не верит вот религиозные верят прекрасно каждый верит по своему но только пусть определяется он в церкви богатых который окончательно доходит до церкви сатаны и обязательно до нее дойдет или он в другой церкви в этом огне брода нет это абсолютно не требует пересмотра религиозных парадигм и не рассказывайте мне пожалуйста после 20 лет занятия религиоведением и беседы с лучшими мыслителями мира и с представителями всех конфессий не рассказывайте мне пожалуйста что все сводится к катехизису и что из высокой религиозной прозрачной и абсолютно чистой традиции вообще можно изъять неоплатонизм вот взяли изъяли ну не бывает так невозможно сложнее все не поклонник я неоплатоники но я же вижу как это все устроено и я вижу что наступает время последних вопросов последних определений последней повестки дня так как сделать чтобы в итоге религиозные остались при своем определившись только по социальным идеологическим и прочим вопросам а светские получили метафизику и чтобы вся эта метафизика и религиозная и светская была метафизикой предельной антигностической мобилизации необходимой только потому что реально на мир на самом деле движется фундаментальный гностический враг а постмодернизм это прикрытие которое дугин уже называет непреодолимым а это еще только прикрытие и вот когда он поделит человечество на части когда окажется что большинство почти как люди вот тут он решит все проблемы потому что зоотехника которому надо сократить поголовье кур или крупного рогатого скода не возникает нравственных корчей он берет и сокращает если поделить человечество и сказать что это не люди то на следующем этапе несколько миллиардов этих не людей умрет и будет создано парад для этого уничтожения оставшихся ждет участь по отношению к которой древний египет вавилон и все прочее это толерантные гуманистические общества широко хорошо развитой демократии и к этому дело идет если кто-то не понимает что это пронизывает всю жизнь от ее высоких умных уровней да и ее хамство плебейство и там все то же самое статья Минкина о мухах и пчелах это абсолютно гностическая статья вульгарная плебейская элементарная и одновременно насквозь такая потому что так мыслят потому что ненавидят народ последней ненавистью потому что в этой ненависти черпают силы а другие в чем их черпают почему другие лежат и отдыхают когда они движутся свиньей вот что такое вопросы которые мы обсуждали изымите хоть один из них изымите и что вы получите не будет конструкции нет антигностической предельной мобилизации нет конструкции нет метафизики нет войны даже с постмодернизмом нет миропроектной аналитики вообще все дезориентированы так как это я показал по статье из Дугина нет русской традиции тащитесь сто лет со своим сверх модерном изобретайте фэнтези любого типа нет возможности выделить красное начало во всех классических религиях противопоставив его черному ничто не произойдет нет возможности дать подлинность светскому человеку дать ему оружие созвучное его душе для борьбы с гностическим абсолютным злом нет этого все нельзя это все собрать вместе враг уже победил вот когда это все собрано и дополнено тем что необходимо и детализировано и вошло в душу и зажгло в этой душе огонь и вернулся дух борьбы дух усилия вот тогда можно воевать а воевать вести на борьбу людей которые не избавились от всех травм пребывают в состоянии полуневроза полуподавленности невозможно и не было бы этой войны не в суде времени не в сути времени это нужно было выдержать эти сорок передач одновременно с историческим процессом не исторического процесса если бы я не верил в то что говорю вот так выглядит картина тридцать лет даже больше нужно было для того чтобы ее выделить и описать и теперь осталось ее передать по-настоящему не конспективно а по-настоящему до конца кому-то это не нужно кто-то хочет всего лишь бороться вместе с нами с Чубайсом ради бога кто-то видит мир иначе но вместе с тем поддерживает нас по каким-то основным позициям так сказать я не знаю антиамериканизм или что-нибудь что ради бога но все это недостаточно потому что это все ложные цели подлинные цели те о которых я говорю подлинные знаки беды эти да это последнее время но это последнее время боя это последнее время боя а не последнее время когда нужно сказать нет шептать губами и ждать пока тебе снесут башку это великий бой это великий бой блок не был христианином он сказал и в вечный бой покой нам только снится он же явно сказал это в полемике с концепцией покоя да анти гностическая мобилизационная метафизика это метафизика вечного боя и что нет этой концепции вечного боя в классических религиях нет этого духа войны нет теологии войны это же война со злом с абсолютным злом с абсолютным злом абсолютная война с абсолютным злом этот дух должен пронизывать каждую клетку тело мозга души это не умствование метафизическая военная песня это песня от которой идут мурашки по коже метафизическое военное мышление и чувство это то что придает силы это иное усилие люди идут в потоке событий они уже видят что в потоке событий идти нельзя и все равно не поворачивают потому что они как дистрофики из анекдота ветра нет по бабам пойдем как пробудить то начало которое переломит эту дистрофию враг считает что он уже ее навязал это надо переломить ко мне обращаются по поводу того будет ли передача исторический процесс дальше сейчас существует какая-то пауза потому что дебаты начались и время распределено между политиками возможно что и в ноябре передачи будут возможно что они продолжатся но они продолжатся только если я буду твердо понимать что возможно война а не комлания в условиях когда за твоей спиной творится черти что если бы я знал что уже творится черти что и я бессилен я бы никогда в этой войне не участвовал ведут себя подло низко вне всяких моральных ограничений и что чего они добились они дважды используя все бесчестные средства получили разгром почему потому что чуть-чуть чуть-чуть еще теплится этот огонек духа этот огонек готовности воевать мне скажут да это все такая игра в которой выиграть было нельзя если бы это была такая игра в которой выиграть нельзя уже бы два раза проиграли но ведь выиграли они другого ждали не понимаете что они другого ждали они бесятся как никогда потому что эта передача исторический процесс стала осью идеологической борьбы в выборный период а они не выборы ведут как таковые они закладывают всю поствыборную стратегию развала и чего-то похуже а им мешают и никто не мешает кроме нас мы мешаем мы скажите нет а кто назовите иньюмирейт please перечислите вот так воевать должен каждый и еще сильнее потому что моложе впереди будущее и жалеть себя нифига если будем понимать что это машинка которая непреодолима ничем потому что она так устроена естественно тут же все скажем и поскольку люди мы профессиональные то скажем не вообще а чисто конкретно у меня была учительница английского языка в гостях которая сказала что теперь надо преподавать новым русским ему надо объяснять что артикль это типа а это чисто конкретно так вот скажем не типа а чисто конкретно но повторяю два решающих последних боя в которых они совсем намылились шулерскими методами добиться нашего разгрома они проиграли а почему проиграли потому что не ждали не ждали организованной мобилизационной реакции даже простейшей слабенькой потому что они точно знают что они русский народ сделали раз и навсегда что это каша мелких самолюбий дури разброда и всего остального и когда они видят внутри этого какое-то движение наполненное волей и дисциплиной даже элементарной они пасуют и ищут новые пакости потому что они бесплодные и пустые но очень цепкие и очень подлые при этом поэтому если условия борьбы будут предполагать шанс на победу то от борьбы отказываться нельзя но тогда делайте то единственное что можно идите в массы к своим друзьям родственникам знакомым кому хотите еще и подлости шутовской наших противников противопоставляйте народную честность никогда мы не призовем к этому если будем знать что нет вообще шансов на то что это победит а такие сценарии возможны но мы как воевали за другие сценарии так и будем воевать нам и полтора года назад говорили что все наперед задано если бы все было наперед задано то мы бы и не воевали но мы выигрываем потому что знаем что альтернативы этому нет нет альтернативы той войне о которой я говорю нет ей альтернативы в огне брода нет она идет по всему миру всюду и все равно все это сойдется на нас хотите воевать по-настоящему просмотрите еще раз все передачи особенно несколько раз эту последнюю нарисуйте это сами на бумаге поймите что ничего лишнего тут нет и что никаких альтернатив этому тоже нет вот так это устроено вот это минимальная конструкция из которой все можно извлечь а из других ничего не извлечешь и становитесь на тропу духовной войны этой войны вот для этой войны нам нужны учебные подразделения для этой войны нам нужно вооружение для этой войны нам нужен командный состав для этой войны нам нужно выжить все что касается эгоцентризма капризности паники недисциплинированности разболтанности мы идем на эту войну и мы протягиваем руку каждого и говорим идите идем вместе идем все если вы хотите не идти прямо на эту войну а помогать в любой форме спасибо вам за все за любую критику за любые формы поддержки ни от чего мы не отказываемся ибо силы не равны нас мало и мы очень хорошо понимаем что каждый следующий бой будет в 10 раз тяжелее чем предыдущий но именно потому что у нас есть идеология и метафизика мы на эту войну идем и воевать будем до конца на эту войну в 10 раз и все мы можем вам поделиться и в этом в 10 раз делаем все и в 10 раз